Первый раз мне пришла идея набить татушку в клет. Походу я не могу остановиться, я хочу еще сделать татуировочки, потом еще сделать татуировочки. И оно выглядело как шрам на руке, помню, так отвратительно было. И мне запрещали бить татушки, вымещала боль, которая у меня была вот тут вот, в татуировке. У меня ступор, я такая, блядь, что? Я набила холлоу кити? После всего того, чем я занимаюсь, я поняла, что эта татуировка имеет место быть у меня на руке. И мы, выпившие, начали делать мне татуировку. У меня все было кривое, да, как-то вот неправильные линии. Но ты готовься, да, нам придется работать с тобой очень много. Тут ничего не оставалось, это никак невозможно было перебить и исправить. Я теперь всю жизнь буду ходить вот так. Я внесла сюда такой смысл, что карма, она все отразит. Есть ли тату, о котором жалеешь? Ну, мне кажется, миллион рублей бы стоили все мои татуировки точно. Ну что, дорогие мои, всем огромный привет. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Этот ролик о моих татуировках, но выглядит так по атмосфере, как будто бы я собираюсь снимать страшную историю. Про страшную историю я не забыла, не переживайте, скоро вы увидите их у меня на канале. Но для атмосферы я все равно хочу зажечь свечечки, потому что недавно мне привезли верховную жрицу с изображением меня. Вплоть до татуировок и ногтей на руках, и карт в руках. Я не могла не похвастаться перед вами этой красотой. И, собственно, зажигаю свечи, добавляю атмосферы в этот ролик. И сразу же говорю вам о том, что это видео я посвящаю своим татуировкам. Многие мне писали в социальных сетях, Карина, у тебя так много татуировок, особенно в последних моих видосах, да, как бы в комментариях. Но я вам хочу сказать сразу, что все татуировки, которые сейчас у меня на теле, я ими горжусь, мне они нравятся. И даже когда я вырасту, я буду смотреть на эти татуировки и вспоминать какие-то определенные этапы в своей жизни. Большую часть своих татуировок я закладывала смысл, то есть у них есть какие-то значения. И, естественно, вам тоже стало интересно, и вы начали писать во всех моих социальных сетях и в комментариях под фотками. Типа, Карина, так интересно разглядеть все твои татуировки в жизни, так хочется рассмотреть их поближе, как минимум. Поэтому, пожалуйста, сними об этом отдельный ролик о своих татуировках. И я подумала, блин, прикольная идея. Спасибо большое, кстати, всем тем, кто мне предлагал снять видос на эту тему. Я с этого кайфую, честно вам скажу. Ну и, естественно, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы прямо сейчас смотрите это видео. Давайте все дружненько подпишемся на другие мои социальные сети. Ссылочки я оставляю ниже в описании. Обязательно подписывайтесь на мой инст, ник вы сейчас видите на своих экранах. В этом ролике я спрятала для вас, не изменяя традициям, слово, которое вы должны отправить мне в директ. Большая часть моей аудитории уже получили призы, лайки, подписки от меня, видеоприветы, расклады. Обязательно соберите слово из тех букв, что я спрятала в этом ролике и отправьте мне в директ. И я планирую скоро в инстер разыграть для вас личную встречу со мной, чтобы провести время, прогуляться и даже снять об этом ролик 24 часа с подписчиком или с подписчицей. Аж голос такой, чего ты хочешь это снять? Поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Ну а мы можем начинать. Собственно, поехали. Это ролик о моих татуировках. Приятного просмотра. Начать, пожалуй, свою историю любви к татуировкам я хочу с того, что первый раз мне пришла идея набить татушку в 15 лет. Тогда, естественно, я была еще не слишком взрослая, но, как вы помните, исходя из роликов про мою жизнь, что я уже лет с 15 и чувствовала себя такой самостоятельной и понимала прекрасно, что я очень хочу и татуировку. Да, я как бы уже тусила во все, отдыхала, знакомилась и в этом возрасте я как раз-таки плюс-минус переехала в Москву. Естественно, мне предлагали сотрудничество в инстаграме и всякие бренды, тату-мастера мне писали, типа, давайте мы сделаем вам татуировку, вам бы пошло, как нам кажется. И я подумала, да, неплохая идея, настала пора, как бы, да, мне 15 лет, уже совсем скоро исполнится 16, сделать татуировку. Эту татуировку я вам сейчас, к сожалению, показать не могу, потому что она перебита другой татуировкой, но зато у меня есть фотография моей самой первой татуировки. И сразу же убираем просто кучу вопросов о том, какая была твоя первая татушка. Вот так вот она выглядела, естественно, там написано Freedom, свобода, голубь с левой стороны, и я думаю, что не нужно, да, как бы объяснять значение татуировки, она сама за себя говорит, свобода. Я даже не думала о том, что, да, как бы в моей жизни наступила свобода, и именно поэтому я бью это слово, мне просто нравилось, как оно звучит, и я не вкладывала особо какого-то яркого смысла в эту татушку. Но зато потом я поняла, что эта татуировка несла такой смысл, как, ну, переход на новый уровень, на более самостоятельную жизнь, когда я начала быть в ответе за все, как бы мне исполнилось 16 лет, потом через несколько месяцев. Походу, я не могу остановиться, я хочу еще сделать татуировочки, потом еще сделать татуировочки. Мне просто понравилось, вот честно вам скажу, и начинала я, как вы уже поняли, с мини-татуировок. Вот с таких вот милипендрических татуировочек просто, которые были еле заметны, но добавляли эстетики в мое тело. Мне сейчас кажется, что самая настоящая эстетика это то, что у меня на руках, потому что, ну, блин, это стиль. Кому-то идут татуировки, кому-то не идут татуировки, мне кажется, что они мне пиздец как идут, вот скажу вам честно. Я ее перебила татуировкой, которая сейчас набита у меня на руке, это кукла Братс. Она была не моей второй татуировкой, но потом я поняла, что хочу все-таки, да, перекрывать эту надпись красивой куколкой, которая у меня вот тут вот на руке, собственно говоря. Об этой куколке мы с вами поговорим, но сейчас я хочу вам рассказать вообще про вот эти вот все мини-татуировки. Я тогда вошла в отношения, я тогда понимала, что, блин, походу я не остановлюсь, у меня потом началась мания, я начала делать татушки на пальцах. Вот тут я их уже свела, но если приглядеться, возможно, чуть-чуть заметно, что тут было раньше сердечко, тут были раньше надписи с датой рождения родителей римскими цифрами. Их уже не видно, но имеют место быть эти татуировки, да, я как бы о них помню, я потом набивала мини-татуировочки. И все это в 16 лет уже, да, через там 3 месяца, когда я говорила родителям, все, я набью одну татуировочку и больше делать не буду. Решила в итоге, что походу пройдусь по мини-татушкам, которые еле заметны. Сделала на ногах татуировочки маленькие, они уже сведены, их невозможно разглядеть, но они были вот тут вот, короче, прям около пятки. Извиняюсь за такую прекрасную демонстрацию, но вот тут у меня были татуировки на одной и на другой ноге. И потом я решила сделать еще татушку. На ней было написано Rise and Shine. Прямо сейчас я могу тоже прикрепить фотографию этой татуировки. Это моя, наверное, вторая татуировочка была, да, не считая тех, что на ноге. Такая основная с надписью, которая мне понравилась и несла какой-то смысл, потому что она означала проснись и сияй. Это тоже обо мне, да, как бы то, что давайте поднимаемся, сияем, показываем себя, демонстрируем красивую жизнь. Мне очень нравилась эта надпись, мне ее посоветовал бывший вообще, который сказал, что ее как-то говорила только Элли Дженнер в каких-то выпусках. Набита у меня эта татуировка была вот здесь, и, естественно, она тоже сейчас перебита, то есть закрыта листочками моего рукава. Этой татуировки сейчас нету, но хочу, чтобы вы знали всю историю моих татуировок. Естественно, было согласие родителей, скажу вам сразу. Мама приходила со мной набивать первую татуировку, и мне сделали ее после согласия моей мамы. А потом она уже как бы не возражала, да, типа, хоть что и делай, как говорила моя мама. Пожалуйста, ты уже самостоятельная, поэтому rise and shine, да, проснись и сияй, как бы ты сделала свой выбор, молодец. Ну и после этого у меня была где-то пауза, где-то год о татуировках, я не набивала ничего нового, да, у меня не было каких-то других миниатюрных татуировочек. Я просто остановилась, да, на время там вошла в отношения и прочее-прочее, да, как бы все вот эти вот детали. Но я все равно хотела сделать мини-татушку. У меня даже была вот здесь мини-парное тату, сердце, да, даже парная татуировка у меня была с бывшим. Короче, какой херней я только не занималась, ребята. То есть у меня и была здесь татуировка сердца. Не обычное сердце, а прям вот сердце, как оно выглядит на самом деле. И оно выглядело как шрам на руке. Помню, так отвратительно было. Не знаю, найду-не найду фотку, но просто поверите мне на слово, что как бы мини-татуировками я увлеклась, и что я только не хотела себе сделать. Проходит время, я вхожу в следующие отношения, у меня начинается какой-то не особо такой период приятный, я вам уже о нем рассказывала. Ну и я принимаю решение во время одной из ссор, что я хочу сделать татуировку. Могу вам сказать прямо и честно, я делала эту татуировку на зло. То есть для меня всегда запретный плод, он сладок. То есть первая большая моя татуировка, это были вот эти вот розочки, которые вы сейчас видите у меня на плече. Три розы, которые обозначают любовь, страсть, стремление, сексуальность, огненность, вот все, что с этим связано. Я даже не гуглила в интернете, что означают розы, потому что я знаю, что это мой любимый цветок вообще, роза сама по себе. А три розы, они очень красиво выглядят и будут нести такой немножечко дерзкий, красивый смысл. Да даже если и загуглить, я вот перед роликом на всякий случай посмотрела, мало ли что, как бы да, это все верно, там и про любовь, и про страсть. Я такой смысл и вносила в эти татуировки, и мне они прям доставляли удовольствие. Мне, естественно, тогда, помню, сказали, что татуировки с розами бьют девочки с легким поведением. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Я такая, чего? Как бы мне просто нравятся эти цветки. Короче, абьюз по всем фронтам присутствовал, и мне запрещали бить татушки. То есть, вообще, что бы я ни набивала, мне как бы и мой бывший молодой человек говорил, да, и родители говорили, что все, давай, это будет последнее, больше не надо. Я говорю, окей. Бувший тоже говорил, что все, своди татушек, как я вообще с тобой буду потом общаться, встречаться. Короче, полный пиздец происходил, но повторюсь вам. Запретный плод сладок, я приняла решение, что останавливаться на татуировках я не хочу. Мне они доставляют удовольствия, ну, и признаюсь вам честно, я первое время вымещала боль, которая у меня была вот тут вот, в татуировке. То есть, это как бы моральную боль заглушать физической болью. В моменте, когда ты переключаешься на боль, когда ты бьешь татуировки, ты не испытываешь того, что ты чувствуешь вот здесь, да, вот здесь, вот здесь. Где бы то ни было, ты просто не чувствуешь вот этой моральной боли и уходишь, так скажем, в физическую боль. У меня было такое в моменте. Сейчас у меня такого нету. Поэтому я потом подумала, а почему бы не добавить татуировку и сделать ее вот тут вот на плече. И как вы видите, это еще одна роза. Да, еще одна четвертая роза просто для того, чтобы было как бы четное число с таким вот сердечком, который переливается как алмазик со всякими висючками, украшениями, которые висят рядом с этой розой. И получилось вот такое вот необычное сочетание на плече, да, как бы четыре красивые розы, которые говорят обо всем, что олицетворяет меня. Как бы для меня розы это очень красивые цветки, это цветущие цветки, вкусно пахнущие цветки, цветки, которые могут всегда выглядеть по-разному и необычно, и по-разному воплощаться. Для меня это как какое-то процветание, любовь, страсть. Ну, я вам уже сказала. Ну, и после этого я поняла, что, походу, еще хочу. Еще хочу татуировки, и могла за раз на сеансе делать там две-три. И начинала я, как вы уже поняли, вот с этого рукава. С рукава на левой руке, да, как бы это достаточно большой такой рукав. Он мне нравится больше, если честно, нежели чем на правой руке, потому что на правой руке тоже татуировки, которые перебиты были, но об этом чуть-чуть попозже. Раз мы начали с вами с левого рукава, ну, и я как бы начинала так бить татуировки, мы сейчас о нем будем говорить. Потом, после этих розочек прекрасных, я решила перебить татуировку Freedom, о которой мы с вами говорили в начале, куколкой Bratz. Кукла Bratz выглядит очень красиво. Вы сейчас видите ее, естественно, поближе на своих экранах, и она тоже несет своего рода смысл. Если даже приглядеться, невозможно разглядеть татуировку Freedom, которая была у меня самой первой, потому что мне ее качественно прям так перекрыли, и сделали шикарную куклу Bratz. Знаете почему? Потому что меня все всегда знакомые, друзья сравнивали с куклой Bratz. Говорят, вот знаешь, Карин, есть кукла Bratz, а есть кукла Барби. Барби это не ты, Барби это розовый цвет, это вот прям такая супер-супер-супер женственность, такие прям дюймовочки, которым особо татуировки не пойдут, и в основном Барби они блондинки, а вот Bratz они такие больше стервозные, сученькие, которым и татуировки можно сделать, и губки у них прекрасные, и родинки в нужных местах, и мужики у них посимпатичнее, короче, вот такие моменты. Я подумала, блин, реально, я больше похожа на Bratz, нежели чем на Барби. Очень люблю брендовые, крутые, такие стильные вещи, мне даже по одеждам и по стилю нравились больше Bratz, нежели чем Барби. Поэтому я решила сделать куклу Bratz, красивую, у которой штаны Луи Виттон, и сверху на эту куклу Bratz сыпятся деньги. Естественно, следующая татуировка выше, это пачка денег. Пачка денег, с которой сыпятся купюры как раз-таки на эту куклу Bratz, чтобы вы понимали. И для меня кукла Bratz, это не просто кукла Bratz, это я, это олицетворение меня, это я, бренды, сексуальность, там, да, стремление, я очень люблю высокие длинные хвосты, и очень часто заплетаю хвосты. Вы могли обратить на это внимание, да, особенно когда хожу на какие-то мероприятия. Люблю длинные волосы, поэтому сейчас отращиваю свои черные. Люблю темные волосы, поэтому кукла тут тоже с темными волосами. У нее красивый макияж, красивые сережки, красивые сисечки, да, красивые каблучки, все при себе и как бы на самом видном месте. Для меня это просто потрясающая татуировка. Следующая татуировка, которую я сделала, это вот такая вот прекрасная скрепка, рядом с которой есть блики, как блестки, да, и на этой скрепке в виде сердечка внутри набиты два логотипа. Если вы не обращали внимания, то я вам скажу. Здесь Инстаграм и здесь Ютуб. Это две главные социальные сети, которые я люблю больше всего. И я набила их, зная, что с этим как бы будет связана моя жизнь. И для меня это прям такие самые настоящие воспоминания. Естественно, для меня эта татуировка несет такой смысл, что, ну, это как такое основное занятие, чем я занимаюсь, да, и как бы эту скрепку я надеваю на себя и ношу всегда с собой. То есть как бы эта скрепка прикреплена по факту ко мне. Как вы помните, у меня выходила моя первая песня. В честь этого я решила, думая, что я буду заниматься музыкой достаточно долгое время, но что-то пока у меня особо душа к этому не лежит, и я не нашла нормальный продакшн, через которых я смогу выпускать хорошие треки, я прекратила эту деятельность, да, но все равно на всех площадках есть одна единственная песня, которую я выпускала, называется «Черти водятся». И я сделала микрофон у себя на руке, тоже из которого выходят такие как бы абстракции в виде осколочков стекла, да. Тут тоже у нас бренд Louis Vuitton, как бы не без него. Для меня каждая татуировка цена, и вы знаете, что я очень творческий человек, поэтому для меня это не испортить свое тело, а запечатать определенный этап своей жизни на теле, который выглядит красиво, не как-то ужасно, не какой-то очередной портак, да. Мне вообще все супер, отвечу сразу на половину вопроса вперед. Кстати, в конце я поотвечаю на ваши вопросы, касаемо татуировок, что вы мне писали в моем телеграм-канале. Пользуюсь случаем, обязательно подписывайтесь в моем телеграм-канале, как раз такая сплоченная семья, и там скоро я буду разыгрывать для вас бесплатные расклады Таро, поэтому ссылочка ниже в описании, там вся моя жизнь, даже больше, чем на ютубе и в инсте, поэтому подписывайтесь. Следующая татуировочка, которая в таком супер незаметном для меня месте, то есть иногда я на нее смотрю, и я думаю, нифига себе, у меня здесь есть татушка. Чтобы вы понимали, вот эта татуировка, когда я была полненькая, она была вообще вот здесь, как будто бы чуть-чуть сзади. Когда я похудела, у меня стянулась кожа, и татуировки немножечко поменяли свое местоположение, и стали как будто бы поярче. Она была набита тоже в ссору с молодым человеком, которым я больше не в отношениях, да, но она не несет какой-то вот именно смысловой нагрузки, касаемо моих каких-то отношений. Это просто картинка, которую я нашла в интернете, это не нарисованный под меня эскиз, а вот эти вот все татуировки рисовали под меня. Мы вместе с тату-мастером сидели и рисовали. Я не просто нашла там, да, где-то в Пинтересте картинку, типа, сделай мне это, нет. Это рисовалось под меня, а вот эту картинку, мне она просто понравилась, и я решила ее сделать. Можете рассмотреть сейчас ее поближе, да. Как бы здесь молодой человек, его обнимает девушка, и эта фотография горит. Внизу горит белым пламенем, да, как бы я хотела делать цветные татуировки, но поняла, что нет, вот у меня только на руке цветные, тут цветные делать я не хочу. И эта фотография как бы сгорает, да, как сгорают воспоминания, которые несут в себе какой-то плохой посыл. Именно такой смысл я вложила в татуировку, что даже если тебе было приятно с человеком, даже если тебе было с ним хорошо, но для тебя эти воспоминания болезненные, и ты не можешь освободить место, все равно освобождай, отказывайся и иди в новый. Иди в новый этап, да, не бойся и просто избавляйся от всего того, что доставляет тебе боль. Или какие-то просто грустные воспоминания. Так что, такая вот интересная татушечка. Перебираемся с вами к следующей татуировке, и это татуировка на локте. Очень интересного характера. Как вы видите, здесь у меня такая вот решеточка, сетка, да, и если приглядеться, не все обращают внимание, здесь сердечко в виде оторванной проволоки, да, то есть как бы на месте локтя. И ползет паук. Паук — это мои страхи. Пауки, я очень их боюсь, это вот единственные такие насекомые, которых я вижу и боюсь. Каким бы ни был паук, я очень их боюсь, вот особенно больших. И я подумала, почему бы не набить свой страх? А тут почему в виде сердечка? Для меня проволока, да, и сам по себе паук — это как страхи. Сердечко тут только потому, что из любой вот этой вот трудности, из любой вот этой вот плохой непонятной ситуации, из любых страхов вы можете выйти в благополучном для вас, да, как бы положении. Для меня эта татуировка несет тоже свой смысл. Естественно, рядом с этой проволокой у нас прекрасные три карты Таро. Три карты Таро, которые тоже в своем расположении, и перед тем, как набивать эти карты Таро у себя на руке, да, вот они, как бы смерть, сила и солнце — это три старшие аркана. Я гуглила в интернете, как отражается этот аркан, который набить, да, на коже, потом в жизни, потому что для меня лично каждая татуировка несет какой-то свой смысл. Выбрала определенные старшие арканы в той последовательности, в которой я вижу свою жизнь. И чтобы вы понимали, у меня так сейчас все и происходит. Сейчас дам вам трактовку. Старший аркан — смерть. Он говорит о перерождении, о трансформации, о переменах, о каких-то, да, возможно, либо о плохих переменах, о новом этапе, либо о новом плохом этапе, либо о новом хорошем этапе, либо о перерождении каком-то, да, вот в таком этапе, когда ты вот прям вообще по-новому себя воспринимаешь, по-новому на себя смотришь, необъяснимые новые какие-то вещи в твоей жизни происходят. Вот поэтому я и набила смерть. Я прошла трансформацию, я похудела, я изменилась. Так и произошло. набила я до похудения эту татуировку, потом что у нас следует, следует аркан сила, да, как бы аркан, он у нас говорит о том, что все через силу, все через стремление, все через украшение, так скажем, да, всех вот этих вот каких-то искушений, которые перед вами, я из трансформации перешла в силу, да, как бы проживаю этот аркан, а солнце, это у нас радость, замеченность, популярность, немножечко эгоизма, жизнелюбие такое, да, я бы вот только этим арканом хотела бы завершить, да, расклад, потому что он шикарный. Следующая татуировка, это вот такой вот прекрасный телефон, телефон, честно вам скажу, я набила без какого-то такого особого смысла, просто я живу социальными сетями, я живу телефонами, рядом с телефоном брелочек Hello Kitty, про который я, кстати, забыла, и видите, он в таком месте находится, что невозможно даже сначала сразу разглядеть, или, ну, я вот так вот оборачиваюсь, я даже не вижу эту Hello Kitty. Подруга мне недавно в Дагестане говорит, какая милая у тебя Hello Kitty на руке, у меня ступор, я такая, блядь, что? Я набила Hello Kitty? Ребят, я клянусь, мне когда били телефон на руке, я реально забыла, что тут рядом с телефоном брелок Hello Kitty, прикиньте, мне даже Hello Kitty на руке набито, я охерела. Ну и на телефоне у нас номера, естественно, 1403, если приглядеться, можно увидеть, да, тут у нас сверху вниз 1403, и тут просто у нас рандомные циферки, да, то есть тут у меня посерединке моя дата рождения, 1403 числа я родилась. А кубики рядом с этим телефоном, который вы тоже можете сейчас лицезреть поближе, обратите внимание, что на каждом кубике цифра 2, нету там ни 1, ни 2, ни 3, ни 4, на каждой стороне кубика цифра 2, а все потому, что я с самого детства на часах вижу 22-22, всегда, иногда офигеваю. Сейчас, когда я живу в потоке, я обращаю внимание на то, что я прям уже полгода активно вижу каждый день, каждый час одну и ту же цифру, и это говорит о том, что я на правильном пути, а вот 22-22 тоже имеет свое значение, да, но мы как бы сейчас не будем в нумерологию ходить, просто для меня это такие как счастливые даты, счастливые числа, счастливое время, давайте так, поэтому на кубиках изображено. Кубики это у нас тоже азарт, стремление, да, практически закончили мы с вами с этим рукавом, это ангел, ангел тоже с моей даты рождения, на груди у этого ангела 2003, год моего рождения. Ангел у нас в Джорданах, я обожаю Джорданы, я обожаю кроссовки Найк, и вообще это моя самая любимая обувь, и это не реклама, вы это и так прекрасно знаете, поэтому мой ангел-хранитель находится ближе к сердцу, и он очень красиво выглядит на фоне его облака, и в руках у него стрелы. Далее у нас татуировочка на бицухе прям практически, да, это у нас вот такая вот как бы статуя, честно скажу, хер его знает зачем я ее набила, я же сказала, не все татуировки несут свой смысл, но вы можете мне подсказать, и у меня будет татуировка со смыслом. Как бы это у нас просто как такая, да, статуя интересная, у которой такой в стиле арт, наверное, да, на глазах, короче, глаза выделены черным таким цветом, они тут забили прям, да, и выделили глаза этой статуи. Очень интересно играет, когда я напрягаю бицуху, смотрите, короче, когда я была по полне, эта скульптура, она была где-то здесь, и прямо под бицуху идеально подходила. Сейчас как будто бы у меня татуировки местоположение меняют, вот ей-богу. Я сделала все вот эти татуировки, внимание, да, и после этого мы упустили с вами еще одну татушку. Вот такая вот татуировка, как вы видите, это глаз. Глаз, на который я особо даже не обращаю внимания, да, но он находится, вот если я вот так вот руку держу, он находится прямо сзади, то есть он смотрит на то, на что не смотрю я. И у этой татуировки тоже есть свой смысл, как бы я всегда вижу то, что происходит за спиной, и я это чувствую. Как некоторые делают глаз вот тут, там, да, например, в Индии, свои какие-то, да, традиции, люди вообще там третий глаз свой прокачивают, я в целом, да, через медитации сейчас работаю над третьим глазом, над ясновидением, яснознанием. Но тут все равно, как бы, эта татуировка тоже как третий глаз, потому что, ну, больше глаз у нас тут нет, да, только на статуе, а статуя это отдельное лицо, это тоже отдельное лицо, гукла тоже отдельное лицо. Это у нас отдельный глаз, который несет в себе смысл, что кто бы что ни говорил за спиной, как бы я-то все вижу, я все чувствую. И после этого я прихожу к своему тату-мастеру, да, о чем я хотела сказать, и говорю, по-братски я решила рукав, да, сделать, как бы эти татуировки вот так по отдельности выглядят как-то неполноценно, поэтому давай их как-нибудь соединим. Он немножечко пораскинул, посмотрел там по эскизам и говорит, слушай, давай мы объединим все твои татуировки как раз вот такими вот облачками, да, вот такими напылениями у микрофона, да, например, соединениями вот тут там, например, от сердечка вот этими сияниями, вот тут, да, всякими абстракциями в виде облачков там, да, линий всяких. Вот тут тоже, видите, очень необычно, как будто бы тоже от ангела идет свет, от облаков идет свет. И все это теперь выглядит как полноценный рукав. Теперь на кисти самое главное, да, на кисти у нас татуировка, парная татуировка с моей лучшей подругой. Мою лучшую подругу, как вы помните, если давно за мной следите, зовут Арина. У Арины на руке фотографию прикрепляю, да, когда мы били эти парные татуировки, тоже змея, только на другой руке, если я не ошибаюсь. И там она такая покрупнее, да, и выглядит не так же. То есть у меня такая змея с красным красивым цветком на фоне, и у нее змея. Ну и недавно я сделала вот тут вот татуировку, которая, естественно, сама за себя говорит, да, и Верховная Жрица сама за себя рядом говорит. Это у нас ведьмин колпак, ведьмина такая шляпка, очень красивая, в которую вставлены цветочки, собственно, защитный знак, да, пентаграмма. Она не перевернутая, не несет какого-то плохого смысла, потому что, ну, пентаграмма, это у нас защита. Чтобы вы понимали, да, как бы нужно уметь различать. Многие пугаются этих изображений. Я уже во все это вхожу, так что все под контролем. Для меня это, естественно, тоже на кисти, ну что я ведьмочка. Я уже это начала понимать после вещах снов, после занятий духовностью, после женских встреч, после всего того, чем я занимаюсь, я поняла, что эта татуировка имеет место быть у меня на руке. Кстати, у меня есть еще одна татуировка, но я ее сейчас заблюрю, потому что она несет для меня такой очень личный смысл. Я ее никому не показывала, ее никто не видел, они никто не знают, и эта татуировка, она прям вот личная. Но я вам ее покажу, покажу я вам ее в своем телеграме. Ник вы сейчас видите тоже на своих экранах, да, ведьмочка Аракелян, просто можете писать Аракелян, внизу подписаться по ссылочке, вступить, так скажем, в наше семейство Аракелянчиков, да, всех, где я делюсь всей своей жизнью. Эта татуировка выглядит вот таким вот образом, но вы ее сейчас, естественно, не увидите. Увидите вы этот фрагмент у меня в телеграме. Так что подписываемся, тут очень интересное изображение, которое никто пока что не видел. А мы приступаем с вами к следующему моему рукаву. Этот рукав, моя правая рука, ассоциируется у меня, дорогие мои, с не очень приятным этапом, потому что я вообще не планировала и очень боялась сделать второй рукав, потому что для меня это был очень такой сознательный шаг, такой серьезный, точнее не сознательный, а прям серьезный шаг. Но тогда я была как раз в своем самом депрессивном состоянии. И тату-мастер, к которому я приехала тогда, только начала с ним работать, он чуть-чуть помог мне подкорректировать татуировки, потому что с первым мастером я прекратила работу. Тату-мастер, с которым мы были мало знакомы, даже пили алкоголь на сеансах, да, такой в химках находится. Он говорит, слушай, я рисую рукава в японском стиле, как бы у меня уже есть готовый эскиз. Я смотрю, говорит, у тебя рука правая, пустая, если хочешь, я тебе за раз сейчас сделаю контур. Я сначала сопротивлялась, но мне очень понравилось изображение, очень понравился рукав, картинка, да, как бы она несла такой японский красивый смысл, да. Вот, и тут были изначально листики не запретного растения, да, были обычные листки кругленькие, вот. Но потом я решила сделать не кругленькие, но об этом мы упустим этот момент с вами, да. Такой чудесный лебедь, ну для меня это лебедь, вообще кто-то, кто смотрит на мой рукав, говорит, что это либо журавль, либо страус, блядь, что только не говорили, я вам честно скажу. Но для меня это красивый лебедь. И мы, выпившие, начали делать мне татуировку. Я сидела, да, как бы этого делать нельзя, да, на пьяную голову бить татушку, и он тоже пьяный сидел и бил мне татуировку. Просто напортачил и накосячил так, вы даже не представляете, у меня все было кривое, да, как-то вот неправильные линии, которые потом исправлял мой тату-мастер, с которым я сейчас работаю уже на постоянной основе, которая делала мне все татуировки на ногах. Она просто, когда я к ней пришла с чистым обычным контуром, вот представьте раскраску, да, у меня очень долго была не раскрашенная татуировка чистым контуром, и я постоянно ходила на сеансы ее заканчивать. Этот тату-мастер пьяный понял, что он накосячил, понял, что во многих местах он лаганул, и он, наверное, растерялся, не знал, как он будет это исправлять, и сказал, что все, я не могу, к сожалению, с тобой работать, а мы с ним сотрудничали. Я поняла, что я тоже не хочу с ним работать с таким подходом, да, как бы еще в ебеня ездить, мне это нафиг не надо. На время забила на этот рукав и записалась к своему мастеру, с которым я работаю по сей день, Отвага Тату, девчонка, которая бьет мне просто охерительные татуировки, это не реклама, просто я теперь хожу только к ней. Сразу же, посмотрев на мой рукав, охерела, говорит, ну ты готовься, да, нам придется работать с тобой очень много, нам придется много красить, много тенюшек добавлять, да, на этого лебедя прекрасного. Охерела, это еще мягко сказано, без огромного количества мата, потому что, ну, она просто была в шоке, когда лицезрела на рукав, в котором очень много ошибок, и просто задала мне вопрос, как мастер мог вот так вот взять просто и испортить тебе руку. Я сидела расстроенная, мне все равно нравилась эта татуировка, она говорит, ничего, мы исправим, сделаем красиво, и вот недавно я закончила, может, месяца два назад был последний сеанс по моему рукаву, мы доделали все листочки, мы доделали все, нам осталось только вот тут вот, вот эту всю темную сторону чуть-чуть еще подкрасить, чтобы она не была проплешинами. А то, видите, тут неровно немножечко покрашена, и видно, что тут не чисто такой темный цвет. Тут ничего не оставалось, это никак невозможно было перебить и исправить, кроме как закрасить. Мы даже думали, вот эту линию, ребят, белую, которая тут есть, ее тоже закрасить, у меня была бы просто черная рука. Ну, слава богу, что хотя бы здесь у меня есть линия, и уже это выглядит более-менее. Да, в целом, мне нравится. Ну, честно вам скажу, как бы, я думаю, многие сейчас без татуировок в ахуе, мои зрители сидят такие, я просто в шоке. Постепенно я ходила после того отвратительного мастера, который испортил мне руку, и после того, как я похудела и исправилась, да, и доделала этот рукав, начал мне написывать, типа, давай продолжим работу, ты че, чел, не охерел? Как бы, вот тебе адресовано, да, как бы, всего доброго, потому что мне такой подход, он вообще нахер не усрался. Я теперь всю жизнь буду ходить вот так, потому что это никак невозможно было исправить. Ну и все, я начала ходить к своему тату-мастеру, это уже прям единый рукав, то есть тут нету каких-то отдельных соединенных татуировок, да. Тут, если приглядеться, можно обратить внимание, что одно крыло сверху, сзади у этого лебедя, а одно крыло снизу, и оно выходит вот так вот вниз. И моя последняя татуировка, тоже отвечу заранее, да, на ваши вопросы, многие спросили, какая первая, какая последняя, первая это Freedom, последняя это вот эта вот татуировка. Поднимаю руку и показываю вам этот прекрасный тоже японский кинжал, но он несет в себе такой смысл, тоже подходящий под мой рукав. Это меч, как бы я очень часто была в мечевых энергиях. Для меня этот кинжал, он говорит о том, что всех можно победить, это победы, это сражения, это как туз мечей, да, в картах Тарон. И на кисти, внимание, мои дорогие, моя любимая татуировка. Это японский котик, красивенький, да, держит в руках, он немножечко злой, он держит в руках, если вы приглядитесь, да, посмотрите, вот такую вот прекрасную рыбку. Рыбка это мой знак зодиака, мой знак зодиака рыбы. Не особо люблю кошек, но мне очень понравился стиль этого кота, очень понравилось, как он страстно держит в зубах эту рыбу. У меня была еще одна татуировка, которая недолго побыла на моем теле, и я ее решила перекрывать, когда решила сбить вот этот вот рукав. Здесь была татуировка, внимание на эту картинку, это я и моя первая собачка Мила, которая сейчас живет со своей семьей. Для меня это моя первая собака, моя любовь, да, я никогда не собиралась перекрывать эту татуировку, ну вот решилась на другой рукав. Перекрывала не потому, что мне эта татуировка разонравилась, она очень красиво набита, да, только лицо немножечко на мое не похоже. Отчасти, да, 50 на 50, а вот здесь я забыла, я била вот здесь татуировку со своим знаком зодиака. Видите, тут кот в зубах держит рыбку, а у меня вот здесь были набиты рыбки, тоже фотографию прикрепляют, да, как бы тут перебита татуировка, тут у меня были рыбки, которые вы сейчас видите на своих экранах, и вот тут у меня была набита я вместе со своей собачкой. Как я соединила эти рукава? Мне пришла идея эти два рукава соединить, соединить на груди. И прямо сейчас я вам продемонстрирую свою татуировочку, которая выглядит вот таким вот образом. Это бабочка. Бабочка, ну она же как бы превращается-то в бабочку из гусеницы. Бабочка это у нас тоже своего рода трансформация и перерождение. Я набила, не вкладывая смысл в эту бабочку, но потом я поняла, что я неосознанно набила то, что по факту и является мной. Я в вечной трансформации, я постоянно меняюсь, я познаю себя. И даже на бабочке, если вы присмотритесь, два глаза. У бабочки сзади вот такие вот узорчики, которые я хочу потом у тату-мастера закрасить, чтобы они были серенькими. Это, наверное, была самая болезненная моя татуировка, которую я просто вот, блядь, вот охерела бить. Мне было очень больно. Мы перебираемся с вами к моим ногам. У меня на ногах три татуировки. Две из них на левой ноге и одна из них на правой ноге. На левой ноге у меня набита вот такая вот прекрасная абстракция. Первая татуировка, которую я вам хочу показать. Абстракция, которая тоже про любовь, которая тоже, да, про то, что можно из любых каких-то непоняток, вот этих молний, да, черканий, найти благость какую-то. Но это просто вот для меня так выглядит, потому что это искусство. Все, что у меня на руках, на ногах, это все искусство, ребят. И это можно разглядывать, как в картинной галерее часами. О ней особо нечего рассказывать, да, просто вот такая вот абстракция красивая. Другая татуировка. Это вот такая вот красивая карма. Могу вам ее вот так вот продемонстрировать, да, красивым образом. Это карта Таро. Таких карт нет. Это просто вот под меня тоже рисовался эскиз. Карта как будто бы со своими крыльями, да, в виде абстракции на заднем плане. И вот эта карта, она в размере как реальная карта Таро, вот даже если взять. То есть карты, они реально вот такого размера, ребят. Как вы видите, да, тут у нас весы, да, как правосудие, как аркан Таро правосудие. Что все всегда воздастся, все всегда, да, как-то вернется. Для меня смысл этой татуировки такой, что карма, бич, да, она всегда достанет тех, кто заслужил эту карму. Карма, она во всем. Карма, ну, возвращается и прилетает бумерангом тогда, когда ты в прошлой жизни сделал что-то не так. Я внесла сюда такой смысл, что все, что когда-либо сделают в мой адрес плохо, карма, она все отразит. Да, последняя на ногах татуировка, это вот такая вот фея. Фея у нас очень чудесным образом выглядит. Это тоже как олицетворение меня. И эта татуировка несет такой смысл, что я с детства всегда загадывала желание стать феей. Там феей Винкс, кем угодно. Я жрала сирень, я жрала там клевер, блядь. Все, что я ела, это все было ради того, чтобы загадать желание, как это раньше делали, да. Но я загадывала невозможное стать феей, научиться летать, да, ну, в детстве, как бы, верила во все это, да. Стала ведьмой, один хер, как бы, да, ведьма-фея. Интуиция тоже развита, сны вещи и снятся, капец. И последние две татуировки находятся у меня на шее. Последняя моя татушечка, да, она была сделана вместе практически, ну, плюс-минус в один день, да, с мечом вот с этим у одного тату-мастера. Это мой никнейм, как бы моя фамилия, да. Сразу понятно, да, кто спрашивает, какая у тебя фамилия, она со мной не знакома, я говорю, вот, прочитай. На шее сзади татуировка, чтобы к вам спиной не поворачиваться, вы сейчас ее видите на своих экранах. Темная фея. Фея, о которой мы говорили, у меня на ноге, и сзади Дарк Фейри. Я хотела сначала написать Вич, ведьма. Но я подумала, что Вич может многих мужиков отпугнуть, да, которые не знают английский язык. Пиздец, простите. Ну, просто реально, типа, Дарк Фейри, это гораздо круче звучит, выглядит и слышится. Ну что, мы быстренько пройдемся по вопросам, которые вы мне задавали касаемо татуировок. Первый вопрос. Твое любимое тату? Ну, мое любимое тату. Вообще, я все татуировки люблю, как я вам уже говорила, но одно из самых любимых, как мне кажется, это, наверное, вот эта бабочка на груди. Есть ли тату, о котором жалеешь? О котором жалею? Да нет. Мне кажется, что каждая татуировка, это своего рода этап, который я прожила. Поэтому ни одну татуировку я бы не хотела сводить. Мне все нравятся. О какой татуировке ты мечтаешь? Я думаю, что я следующую татуировку, которую сделаю, это на пояснице, сзади. Да, у меня как бы спина свободная, так что пока думаю над дизайном. Пока нету той, о которой мечтаю, поэтому не тороплюсь. Твое тату, которое ты оставила бы на теле? Одно. Навсегда. Очень интересный вопрос. Наверное, я бы браться вот эту, да? Я же могу считать вот эту куклу, браться вместе с деньгами, как единую татуировку? Если да, то... Ну, короче, куклу я бы оставила. Она прям такая, вау, она же меня олицетворяет. В целом, было бы прикольно чисто вот с этим протоком ходить без рукавов. Сколько стоят все свои татуировки? Не рубля я не вложила в свои татуировки. Ну, как не рубля? Ну, за краску, да, за работу мастера я платила, вот. А именно наценку, которую обычно мастера делают для клиентов, я ее не переплачивала. То есть я платила за себестоимость работы и татуировки, да, как бы за материал. Потому что еще я и клиентов привлекаю к своим мастерам и отмечаю в сторис. У меня очень много подписчиков, да, уже около четырех девчонок активно ходят к моему тату-мастеру. Ну, суммарно сколько заплатила, да, все-таки отвечу на этот вопрос. Если бы я платила, да, постоянно как клиент, не только иногда там, да, за отметки. Но мне кажется, миллион рублей бы стоили все мои татуировки, точно. С учетом стоимости работ мастеров, точно лямбы, все мои рукава, ноги тоже стоили бы точно миллион, я уверена. Ну и сколько сеансов ушло, чтобы забить все руки? Вот такой вот последний у нас вопрос на сегодня. Больше тридцати раз я была у тату-мастеров, больше тридцати сеансов, точно. То есть, как бы я ходила постоянно то к одному, то к другому, то мини-татуировки. Суммарно, если округлить и не считать сейчас полчаса, да, тридцать сеансов. Так что это было все, мои дорогие. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Этот ролик наверняка получился очень долгим, но теперь вы стали ближе ко мне, ближе со мной. Стали моими самыми лучшими друзьями. Вы и так были лучшими друзьями, но стали еще ближе, потому что теперь вы знаете все о моих татуировках, кроме одной вот этой вот, которую вы можете увидеть и послушать историю в моем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, подписывайтесь на мои социальные сети, подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. Как бы я благодарю вас за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. Не забываем, что я спрятала для вас слово, которое вы должны отправить мне в директник. Вы сейчас видите на своих экранах, я отправляю призы и много-много всего. Так что, пожалуйста, мне очень нужна ваша активность в других социальных сетях. Не подведите, показывайте, какие вы у меня крутые, а я буду радовать вас конкурсами, раскладами. И тоже, возможно, разыграю для вас несколько бесплатных сеансов вместе со своим тату-мастером на татуировке. Так что я уверена, что многие захотят тут набить татушечки. Пишем мне об этом в директ. А я с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр этого ролика. С вами была Карина Аркелян. Это видео о моих татуировках. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok